МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Обо всем, что произошло на уходящей неделе, поговорим в итогах на своем. Меня зовут Никита Шишков. И вот несколько главных тем. Динамика все выше. Заболеваемость коронавирусом в крае растет. Время заниматься виноградарством. Какие бонусы есть у аграриев? И невидимый враг, как в регионе борются с амброзией. Это если вкратце, но теперь к полному анонсу выпуска. Чехарда цен. Что с инфляцией в регионе? И каковы прогнозы экономистов? Поликлиники, школы и колледжи. Как меняется и Патовский округ, и что еще в перечне обновленных проектов? Не только курорт. В Кисловодске нашли следы древнего поселения. Погрузимся в археологические раскопки. И начать хотелось бы с темы, которую все давно как-то отодвинули на периферию новостных лент. Коронавирус уже давно существует фоном. И сам по себе как будто. Тем не менее, сейчас, как и прогнозировали специалисты, вновь наметилась явная волна заболеваемости. Вот статистика за неделю. Ближе к пятнице в день положительные результаты теста получали уже по 400 человек. Это сравнимо с зимним периодом заболеваемости штаммом омикрон в худшие дни. Но что во много крат лучше, это степень опасности новой волны для человека. Как видно на графике, заражение не приносит за собой новых летальных исходов. И поэтому на Ставрополье вводить ограничительные меры в связи с ростом заболеваемости коронавирусом пока не планируют. Об этом губернатор Владимир Владимиров заявил на заседании Краевого координационного совета по противодействию инфекции. 1 сентября начинается как 1 сентября. Дети все в очной форме идут учиться. Учителя их учат. Мы, как родители, введем их в школу. И все идет в штатном режиме. Масочного режима мы пока что только рекомендацию введем на территории Ставропольского края. Но обязательно ношение масок мы вводить не будем. Тем не менее рекомендация такая будет существовать. Ограничения работы бизнеса любого рода вводиться на территории Ставропольского края не будет. И тем не менее Владимиров поручил увеличить резерв коронавирусных коек, контролировать запас лекарств и развернуть дополнительные пункты вакцинации. Ну а теперь о другой, более приятной статистике. В крае, несмотря на новую экономическую реальность, темпы ввода нового жилья только растут. Динамику проследили в управлении Севковстата. С начала года застройщики сдали свыше 10 тысяч новых квартир. И по сравнению с тем же периодом прошлого года, это почти 20-процентный рост. Если говорить о площадях, то новой недвижимости в крае приросло на миллион 40 тысяч квадратных метров. Напомню, не так давно губернатор Владимиров давал строительной отрасли региона задачу сдавать миллион 700 тысяч квадратов уже к 2030 году. Но, судя по нынешним темпам работы девелоперов, план довольно скоро удастся перевыполнить. Ну а уровень инфляции на Ставрополье ниже, чем в целом по России и округу. По данным Центробанка, незначительное ускорение темпов роста инфляции в июле наблюдается только в сфере услуг. Динамика связана в основном с ростом спроса на авиаперелеты, а также с увеличением издержек транспортных компаний на пассажирские перевозки. При этом в регионе подешевели овощи и другие продукты питания. Мы увидели, как меры господдержки рыбной отрасли края позитивно отразились на ценах живой и охлажденной рыбы. В июле снизились темпы роста цен на нее. На почти полтора процента снизился годовой прирост цен на непродовольственные товары. Так, например, с падением спроса на легковой транспорт перестали расти в цене автомобиля. Потребительский спрос на бытовую электронику ослабел. И уже в это время увеличились поставки замещающих товаров из Китая. Поэтому снизились темпы роста цен на стиральные машинки, холодильники и микроволновые печки. Ну а Ставрополье тем временем передало в Луганскую Народную Республику 5000 школьных учебников. Это книги российских и советских авторов, включенные в программу первых 11 классов. Учебные пособия в город Антрацит передал губернатор Владимир Владимиров во время рабочей поездки в ЛНР. Напомню, между Ставропольем и Антрацитовским районом подписано соглашение о сотрудничестве. Наши специалисты помогают восстанавливать социальную инфраструктуру. Например, 19-я школа Антрацита полностью готова к учебному году. Задача была, чтобы к первому сентября дети в школы, в садики пошли в те группы, которых не капает, не течет, не дует, с окон, с нормальными полами, с нормальными ступеньками, с нормальными дворами. Мы к этой задаче идем. Ну а сейчас важная информация для родителей и учеников. Эксперты Роскачества назвали допустимый вес и размер школьного рюкзака. Но для начала детская продукция должна иметь сертификат соответствия. Обязательно попросите его у продавца. Теперь давайте разбираться с параметрами. Для детей начальных классов вес портфеля не должен превышать 700 граммов. Для средней школы и старшеклассников максимальный вес – килограмм. А что касается габаритов, то для младшеклассников допустимая высота от 30 до 36 сантиметров, а ширина – 6-10 сантиметров. Также обращайте внимание на анатомическую спинку, которая держит форму. Еще одно любопытное требование техрегламента – отсутствие резкого химического запаха. И краска не должна оставлять следы на теле и одежде. Средняя цена рюкзака, которая полностью соответствует всем нормативам, в районе 3000 рублей. Ну и помимо экономических перемен, на август это особое испытание для аллергиков. Именно в этот период активно цветет амброзия. Чем так опасны ее пульца и как борются с сырником? Мы отправили на эту съемку Екатерину Сегида, потому что она, одна из немногих, не страдает аллергией в нашей редакции. Вы можете взять. На первый взгляд, амброзия, что в греческой мифологии означает «пища богов», обычный зеленый сорняк с ажурными листьями. Но на самом деле сильнейший аллерген. У меня вообще на злаковые травы аллергия. Я страдаю на пыльцу, конкретно. И амброзия тоже. И вот здесь, конечно, вот это вот поле нас очень сильно смущает. Когда прохожу мимо амброзии и именно цепляясь ногами, у меня они начинают чесаться, еще я начинаю чекать. Гзвут в глазах и насморк. И удушье. Удушье даже? Да. А был какой-то самый серьезный приступ? Вспомни. Ну, был, но он там длился минуту, наверное. Прям очень сильно задыхалась, не могла вдохнуть. А еще дискомфорт в носоглотке, слезотечения и заложенность носа. Примерно так аллергики реагируют на пыльцу амброзии. Мелкие и летучие частицы способны перемещаться на тысячи километров по воздуху и оседать глубоко в бронхах, вызывая тем самым неприятные симптомы. Пациент должен принимать формапрепараты, спрей, маски. Маски могут быть интраназальные, лицевые. Также он принимает декангистанты, антигистаминовые препараты, как местные, так и системные, а также топические глюкокортикостероли. При этом пациент должен соблюдать диету. Исключается арбуз, дыня, семечки, халва, подсолнечное масло и семейство сложноцветно. Цветет карантинное вредоносное растение с конца июля и до октября. Амброзия очень коварное растение. Как говорят специалисты, если на земле вырастает хотя бы один побег амброзии, то буквально через два года она заполонит уже весь земельный участок, при этом вытесняя другие растения и буквально высасывая из земли все полезные свойства, тем самым делая ее в разы менее плодородной. Поэтому с амброзией нужно бороться на корню и не ждать, пока она вырастет вот до таких размеров. Этот куст мне уже по пояс. У амброзии очень выносливые семена. Они сохраняют жизнеспособность в почве до 40 лет. Но способы победить этот карантинный сорняк есть. Самый эффективный вырывать с корнем. Но когда площадь разрастания велика, амброзию скашивают, истребляют гербицидами и выгоняют с участка другими растениями. В Ставрополе уже идет борьба с сорняком. Боремся с этим растением методом покоса. Стараемся, даже маленькое, там 10-15 сантиметров по плану графика, когда идем, выкашиваем ее сразу, чтобы она не начинала цвести, чтобы не пытаться до такого момента довести. Но бывают те места, где сразу не увидели, она уже подрастает, начинает цвести. Но точно так же принимаем меры по подкосу. Уничтожать амброзию нужно коллективно. Владельцы частных территорий, даже если у них нет аллергии, не должны игнорировать коварное растение. Как думаете, делаете доброе дело аллергикам своей работой? У меня супруга аллергик к амброзии, поэтому я знаю, что это такое, там с удовольствием косы убираем. Сообщать о местах скопления амброзии необходимо в местную администрацию. А наш оператор Олег сам решил внести свою лепту в помощь аллергикам. Я вот тоже решил на выходных, что выйду и вокруг дома пройдусь и повырываю руками амброзию. Это тебя так сюжет вдохновил, Олег? Да. Самый идеальный вариант для аллергиков уехать на время цветения амброзии. Ведь, по словам специалистов, излечиться полностью от аллергии на этот сорняк нельзя. Можно лишь облегчить течение болезни. Да и переезд не всегда возможен. Поэтому медики рекомендуют следить за состоянием здоровья, а при необходимости обращаться к врачу. Продолжат борьбу с сорняками Екатерина Сегеда и Олег Байкулов. Ставропольское телевидение. Портит жизнь аллергикам и жара. На Ставрополье всю неделю сильный зной, поэтому высоки риски возникновения ландшафтных пожаров. Часто их причиной становится человеческий фактор. Пожарные регионы дали несколько рекомендаций, как избежать происшествий на природе. Первое. Не сжигайте сухую траву, мусор и другие бытовые отходы. Во-вторых, не разводите костры. Также строго запрещайте детям игру со спичками. Соблюдайте меры безопасности при работе с легковоспламеняющимися жидкостями. А еще нельзя допускать искр при использовании электрических изделий. И помните, что дым гораздо опаснее пламени. Большинство людей погибает не от огня, а от удушья. Поэтому, если вы попали в задымленную территорию, дышите через мокрый платок или ткань. И обязательно вызывайте пожарных, даже если вам кажется, что справиться с возгоранием вам удастся и сами. Ну что ж, это была только первая часть выпуска, но далее еще немало интересного. Это итоги на своем, и мы продолжаем. Поликлиники, школы и колледжи, как меняется Ипатовский округ, и что еще в перечне обновленных проектов. Не только курорт. В Кисловодске нашли следы древнего поселения. Погрузимся в археологический раскопки. Мы продолжаем выпуск и напоминаем, что у каждого зрителя своего ТВ есть шанс попасть на телеэкран. Мы запустили проект «Народный ведущий» в Буденовске. Присылайте видео своего авторского прогноза погоды на почту погода от народа собака.ств24.tv. Правил и требований по содержанию нет. Рассказывайте о чем угодно, главное, чтобы ролик был не дольше 30 секунд. К слову, на почте уже большое количество оригинальных видео и чтобы дать вам еще больше простора для творчества, редакция приняла решение увеличить срок приема заявок. Ждем ваши варианты до 24 августа включительно. А с 25 по 31 число Ставропольцы выберут самого креативного. Ну и 2 сентября победитель появится на телеэкранах в эфире и проведет самый народный прогноз погоды. Ну а тем временем в Ипатово к следующему году капитально ремонтируют городскую поликлинику. Осмотрел объект губернатор Владимиров во время рабочей поездки по округу. Сейчас на объекте меняют коммуникации, кровлю и обновляют фасад. А вот в первой школе с ремонтом уже закончили. Привели в порядок один из учебных корпусов и построили игровую площадку. Еще из приятных новшеств это центр образования «Точка роста», где можно углубленно изучать естественные науки. На все работы в школе ушло около 25 миллионов рублей по краевой программе развития образования. У нас направление именно естественно научная направленность. То есть это физика, химия, биология и технология. Вот именно технология связанная с информатикой. Там где ребята у нас мастерят какие-то детали, потом с помощью компьютерных технологий они заставляют их двигаться. Движутся в Ипатово и более сложные механизмы на местном молочном заводе недавно появились новые линии производства сухой сыворотки и сливочного масла. За сутки тут делают до 14 тонн привычных нам желтых ароматных брикетов. Все это входит в краевой план по увеличению переработки молока. Порядка 700 тысяч тонн молока производит наш край. 100% перерабатывать мы должны. Сейчас наш экспорт это около 200 тонн. Молока за территорию Ставропольского края Сыродел за последние 7 лет утроил объем производства. Ну и агрария Ставрополья также продолжает получать господдержку. В помощь сельскому хозяйству уже направили почти 3 миллиарда рублей. А сейчас краевой Минсельхоз отбирает заявки на получение субсидий на развитие виноградарства и агрострахования. По сообщению аграрного ведомства господдержка ключевой инструмент позволяющий снизить производственные издержки и останавливать эту работу нельзя. Сейчас, к слову, идет уборка плодовых. Собрали больше 2500 тонн яблок. В планах получить урожай в этом году на 7000 тонн больше, чем в прошлом. Также собирают столовые сорта винограда. Ожидаемый урожай 41 тысяча тонн. К другим темам. Через реку, заросли и скалы к археологическим сокровищам в Кисловодске обнаружили остатки древнего замка правителей Аланов. Когда и почему жизнь древнего народа стала лишь историей. И какие тайны еще скрываются под метрами земли. Сквозь все преграды сюжет привезла Виктория Шкальная. Археологическая съемка встретила нашу группу приключениям. Впереди место съемки и первая преграда это река. Переехать ее на машине мы не сможем, поэтому мы с оператором разулись и переходим эту реку вброд. А потом через ручей, заросли и камни вверх по скале. Неспроста именно в таком труднодоступном месте и стояло Аланское укрепление. Естественная преграда здесь имеет немаловажную роль. А это необычная груда камней. Специалисты говорят, что это остаток крепостной стены, а сам замок мы увидим чуть-чуть выше. Добраться до верха скалы съемочной группе с аппаратурой было не так-то просто. Вот она работа журналиста и тандем с оператором. Вверх к истории нас ведет человек, который лично с лопатой и кисточкой по камушку раскапывал наследие времени археолог и краевед Сергей Савенко. Мы сейчас находимся на известном памятнике археологии Кисловодской котловины, которое называется городище Горное эхо. Это комплекс, который датируется учеными сегодня в основную основную часть шестым началом девятого века нашей эры. Возможное поселение на этой скале обнаружили еще в 1956 году местные краеведы. Раскопки проводили и в 70-х и в 90-х. Посмотреть на артефакт приезжали иностранные ученые из Германии, Израиля, Англии и США. Когда проводили раскопки, между стенами, которые идут по периметру всего и башнями, находятся и дома обычные, и даже улицы. По крайней мере, три улицы здесь намечаются довольно четко. И это говорит о том, что была планировка. Как предполагают специалисты, именно на этом месте располагалась одна из резиденций владыки Алании, полководца Сорозия. Он царствовал в этих местах во второй половине шестого века. Его имя неоднократно упоминалось в византийских хрониках. Возможно, даже оно строилось при его времени или с его участием каким-то образом. То есть, ну, пока это, конечно, больше предположений. Во время работ историческое место заинтересовало и журналистов, но никакой конкретной информации не было. Корреспондент местной газеты Николай Близнюк лично отправился на поиски городища. Я прошел весь поселок Муначарского, спрашивал, где у вас комплекс археологический, горное эхо. Никто не знает. И только в самых крайних домах этого поселка мне сказали, а вон там на скале что-то копают. И вот я прошел сюда и залез в августе 2005 года. Здесь было человек 50 археологов, которые раскапывали. В 2005 году раскопки приостановили. Остатки выкопанных стен лишь малая часть многометровых укреплений и башен. И все тайны той эпохи до сих пор хранятся под землей. По мнению специалистов, в этом городище жили как минимум 300 воинов и членов их семьи. Сейчас от этой исторической постройки остались одни руины. И просто находясь на этом месте невольно начинаешь задумываться, чем жили эти люди, о чем думали и когда все это стало лишь отголоском истории. В один момент население оставило свои жилища. Есть несколько версий почему. Могла бы и природа, и экологические проблемы наверняка имели место здесь, но время было очень сложное, племена менялись постоянно, внешняя опасность возникала тоже, затем возникали даже эпидемии. Была черная смерть, которая из Византии распространялась на соседние страны, и не исключено, что она достигла и сюда. В планах историков создать на месте раскопок настоящий музей под открытым небом. В настоящий момент прорабатывается вопрос о том, как же сделать так, чтобы это архитектурное наследие, которое у нас есть, которое имеется в Кисловодской котловине, было полезно. Мы проработаем такой вопрос, и в ближайшее время появятся новые туристические маршруты. А ждут новых исторических тайн Виктория Шкальная, Татьяна Писарева и Сергей Трегубов. Ставропольское телевидение. Ну что ж, такое вот нам запомнится уходящая неделя. Это были итоги на своем. Меня зовут Никита Шишков. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин